Добрый день. Сегодня мне бы хотелось обратить ваше внимание на таких мерах поддержки для семей наших военнослужащих, как газификация жилого дома. По поручению главы республики в отдельной категории граждан, которые сегодня имеют право на такую поддержку, включены ветераны боевых действий, участники СВО и их семьи. И на сегодня такие семьи имеют право на поддержку при газификации жилого дома в размере до 150 тысяч рублей, и, что важно, без учета их доходов. Такие средства можно направить на приобретение оборудования внутри жилого дома, а также заплатить за услуги непосредственно по подключению жилого дома к газификации. На сегодня районами республики уже проводится такая работа. 16 семей военнослужащих получили уже такую поддержку. И, соответственно, что необходимо сделать, если такая поддержка необходима, нужно обратиться в орган либо местного самоуправления, либо в управление социальной защитой. И при рассмотрении районной комиссии такая поддержка будет предусмотрена. Кроме того, мне бы хотелось рассказать о санаторно-курортном лечении, которое может быть предоставлено родителям наших военнослужащих. Такое санаторно-курортное лечение может быть предоставлено как за пределами республики, так и внутри республики. И максимальный размер поддержки составляет до 60 тысяч рублей. Продолжительность санаторно-курортного лечения составляет 14 дней. И, соответственно, если такое лечение получает родители военнослужащих за пределами, то через органы социальной защиты могут быть возмещены расходы на санаторно-курортное лечение. А если родители военнослужащего предпочитают получить такое санаторно-курортное лечение уже у нас в пределах республики, то через органы социальной защиты можно получить средства на приобретение такой путевки. Куда обращаться? Здесь необходимо обращаться через многофункциональные центры, либо через портал Еякутия, где предусмотрено комплексное заявление на меры социальной поддержки семьям военнослужащих, в том числе и оказание помощи при санаторно-курортном лечении.